Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! И мы сейчас продолжаем изучать недельную главу. Сейчас заходим в Телеграме. В Телеграме канал Ваикра. Подключаемся. Значит, Ваикра. Подключаемся. И, значит, у нас уже 2578 подписчиков в Телеграме. Значит, нам нужно, конечно, увеличивать. Увеличивать нужно количество подписчиков, чтобы было у нас побольше подписчиков, которые учат Тору. Так, все. Глава у нас сейчас Ваишлах. Глава, глава Ваишлах. День сегодня третий, правильно? День третий. Главы, день вторник, третий. Все. Значит, начать запись. Начать. И let's go. Как говорится, let's go. Don't worry, be happy. Все. Поехали. Итак, дорогие друзья, сегодня мы находимся в третьем дне недельной главы Ваишлах. И сегодня мы как раз изучаем, вот полностью сейчас формируется взаимодействие, то, что можно назвать европейской цивилизацией, родоначальником которой был Эйсав. Эйсав, родной брат Якова и, значит, еврейской цивилизации. Что интересно, что если арабов называют двоюродные братья в Израиле, да, то есть говорят, вот наши двоюродные братья, потому что они, они в принципе, ну, назовем это двоюродные братья, да, что у Авраама был сын Ишмаэль и был сын Ицхак. И дети Ишмаэля, это двоюродные братья детей Ицхака, да, получается, что арабы двоюродные братья и европейцев, и, значит, и евреев, так получается. А с европейской цивилизацией, потомки Эйсава, евреи, получается, родные братья, вот это вот, что самое удивительное, даже не двоюродные, а родные братья, да, то есть в одном животе жили два брата, Эйсав и Яков, и как разошлись их пути. И мы сегодня читаем как раз как их пути снова сошлись и снова разошлись, да, глава Ваишлах, это как раз об этом. Значит, сегодня мы на третьем дне, третий день недельной главы, значит, и читаем. Чтобы сегодняшний урок был, лейрифаш ламарита бастбаса и все, которые нуждаются в выздоровлении, лейлу нишама борох бен Ицхак и все ваши родственники, то есть вы можете свое изучение Торы посвятить их памяти, и не их памяти, мы не памяти посвящаем, а именно им, чтобы они там поднимались, потому что мы верим, что человек, который прошел жизненный путь и выполнил хотя бы одну заповедь, то он уже получает вход в духовный мир. Хорошо, значит, третий день. Значит, он воевал с анделом Исава и победил, андела Исава, и, значит, когда он победил андела Исава, а мы знаем уже, что это он победил в себе Ецарара, злое начало и свою животную сущность, он победил и осталось у него только одно место, где он не мог это победить, это место седалищный нерв, где размножение идет, да, то есть это как бы все скрыто было в этой борьбе, и, значит, и сказал Яков, назвал это место, где они боролись, пни эль, значит, пана это лицо, эль к Богу, то есть видел я Бога лицом к лицу, тироити, элоим, видел я всесильного, паним эль паним лицо к лицу, в эти нацель на вши и спаслась моя душа. Значит, как мы понимаем по простому тексту? Мы понимаем по простому тексту, что в момент борьбы он видел Бога, но он же не видел Бога, он же видел ангела Бога. А как же он говорил, видел я всесильного и спаслась моя душа? Он говорит, нет, видел я всесильного, когда шел, уходил к Лавану, и когда был сон, лестница в небо, и там был Бог, и Он мне сказал, что я буду с тобой. А я ему тогда сказал, Недер, да, потом он проснулся и взял он обед тогда. И взял я обед, что если Бог будет мне всесильным, то есть если я продержусь в своей вере, то тогда, значит, я приду, приду, вернусь я сюда, когда вернусь я в дом отца своего, если Бог меня будет сохранять и будет меня охранять, и я вернусь в шалем, вернусь целый, то я тогда построю здесь, в этом месте храм Бога, он сказал, да. И здесь, в этом вот отрывке, назвал Яков место этой борьбы Пниэль. Видел я Бога, он говорит, только из-за этого я спасся, только из-за этого моя вера настолько была сильная, что я спасся, да. Не то, что этого ангела он назвал Богом, нет, ангел это ангел. Понятно, да? Потому что видел я всесильного, по ним или по ним, лицом к лицу, когда тогда в пророчестве, когда лестница в небо, в эти нацельновшие, и это меня спасло. То есть, тот, у кого был личный контакт с Богом, тот, кто, вот, у него был момент вот этого вот личного осознания, соприкосновения со Всевышним, то этот момент он его держит верующим. То есть, знаете как, вот верующий, это тот, кто верит, а тот, у кого был личный контакт, который, вот он в молитве у кого-то был личный контакт, или еще где-то, то в этот момент человек уже перестает быть верующим, Он уже почувствовал, он как бы соединился с Богом. И вот это то, что Яков сказал, что Пнуэль, именно потому, что у меня есть контакт с Богом, значит, я спасся. В Айзрах, Луашеймаш, поднялось для него солнце, когда он перешел это место Пнуэль. И он хромал, хромал он на одну ногу. Хромал он на одну ногу, то есть все-таки его вот этот ангел зацепил, да, ангел Исава. И у него был вот этот вот один, одно было слабое место, это место, значит, связанное с деторождением, да. Место связанное с деторождением, то есть как говорят, что действительно, когда-то даже был такой великий мудрец Раби Айтива, мы его знаем. И Раби Айтива, когда у него включился Ецерара, вот этот злое начало, он уже был пожилой раввин такой, да, в это время. И Ецерара, вот это злое начало внутри, животное начало, оно соединяется с внешним этим ангелом зла, ангелом Исава. И сама Эль его зовут, да, есть разные названия, на русском его называют Сатана, Сатан, там, дьявол и так далее. В общем, есть этот ангел, да, его так зовут. Вот, и значит, он превратился в такую очень красивую женщину, которая залезла на пальму. Так Раби Айтива, который был, значит, уже пожилой раввин, он прямо на пальму полез за этой женщиной. То есть есть в этом вожделении, есть огромная сила, огромная сила есть, которая просто сносит голову человеку. И он был, поэтому он хромал. Аль Кенлу, поэтому не едят сыны Израиля, вот этот дит-анаше, не едят седалищный нерв, который проходит у животных, потому что дотронулся, ну, в общем, потому что Яков был травмирован в этот седалищный нерв. Интересно, что есть в Тори 365 запретов. 365 запретов есть, и, значит, есть 365 дней в году, и каждый день относятся к какому-то запрету. И есть в книгах по Кабале, есть такое, как, что вот этот вот запрет, есть седалищный нерв, относится, как вы думаете, к какому дню, к 9-му ава. К 9-му ава, и в этот день 9-го ава была вот эта вот битва между ангелом Исава и Яковом. Хорошо, в Айса, Яков и Нав, и в этот момент поднял Яков глаза, и что? И увидел он, и вот Исав идет к нему, и 400 человек вместе с ним, представляете? Картина. Всю ночь он боролся с этим ангелом, и утром восходит солнце, рассвет, кто был в Израиле, такие холмы, холмы, и он видит на холме такая, как монгольская конница. Мохнатые все такие, на лошадях, Исав такой весь, такой, как, не знаю, как кто, да? В общем, страшный такой. И, значит, 400 воинов вместе с ним. И разделил Яков сыновей своих, значит, Ле, сыновей разделил, детей своих разделил, Ле, Рахель и две его жены-служанки, которые были, да, они называются, и поставил он вначале, значит, поставил он вначале служанок с их детьми, потом поставил Лея с ее детьми, и в конце поставил Рахелю и Иосифа. То есть он их так вот поставил всех, значит, свою семью, и он пошел перед ними, и поклонился он до земли семь раз, пока он подходил к брату, к своему Кайсаву. Значит, Яков, он решил, решил идти с миром, с шаломом, да? Хотя мы знаем, что Яков, когда он пришел к Лавану, и там собирались пастухи, чтобы отодвинуть камень с колодца, то он один отодвинул этот камень. И тут, но тут он решил, я не буду воевать, он был очень сильный, но он не хотел воевать, потому что он не хотел, чтобы руки его были в крови. И он, значит, семь раз он поклонился до земли Иосифу. В Айраце Иосиф, и так дальше продолжалось в истории, да, то есть евреи очень не хотели, очень мирно жили с Иосифом, очень мирно, значит, приходили во все города, оплатили налоги, со всем соглашались, никогда не устраивали никаких восстаний. Даже вплоть до того, что когда была катастрофа, сотни тысяч шли на смерть, и их вели несколько человек. То есть вот эта вот покорность, которую Яков заложил тогда этими семью поклонами, она как бы осталась, да, в поведении вот такие евреи, которые, знаете, вот эти религиозные такие евреи, которые ходят, такие убегают от всех, да, галутные евреи так называли их, да, которые в галуте, особенно когда были в изгнании, они очень-очень вели себя скромно. Вот отсюда это пошло. Семь раз помолился, поклонился он до земли, и побежал Эйсав навстречу ему, и, что вы думаете, обнял его, и упал на его шею, в Аишакеу, и поцеловал его. Но в Торе, в свитке Торы, во всех свитках Торы со времен Машера Бейна, со времен Моисея, три тысячи триста тридцать четыре года, над вот этим словом и поцеловал его стоит раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь точечек. Это код, это кабала, значит, стоит семь точечек, есть тут сносочка, а, написано, да, что прямо в свитке Торы обязательно стоят вот эти вот семь точечек, воевку, и заплакали они. Значит, что здесь это что-то здесь было, знаете как, было здесь что-то необычное, не просто он его поцеловал, да, то есть здесь было что-то какое-то непонятное, здесь было вот это-то поцелуй, плакали. Есть устная Тора, которая говорит, что он его хотел укусить за шею и убить, но вместо того, чтобы убить его, у него шея стала, якова, как каменная, и он сломал зубы, и из-за этого заплакал. Ну, больно, наверное. Есть, которые говорят, что нет, он его поцеловал, но он сам не понимал, почему он плачет и почему он его, значит, целует, потому что он его шел убивать, а тут у него вдруг в сердце все перевернулось, и он его поцеловал. Но здесь это не было просто вот поцеловал, да. Ваеса это ина, ваэре это анашим. И поднял он глаза, и сав, и увидел женщин и детей, и сказал, кто это у тебя? Да, значит, в этом вопросе Малбин объясняет его вопрос. Он ему говорит, слушай, ты же вообще человек, которого, ну, женщины не интересовали. Я помню, в детстве ты же вообще был просто такой, ну, как бы, такой вот лысый буддист такой, да, Лявдель. А тут у тебя четыре жены, одиннадцать сыновей. Что с тобой произошло? Это был его вопрос, да. Кто эти тебе, он говорит, откуда у тебя столько жен? Ты же не был никогда, как бы, в девушках заинтересован. И сказал, Айладим, Ашер, Ханан, Элуим, Этавдеха. Это дети, которыми, которые дал всесильные рабу твоему. Значит, он говорит ему, послушай, это не для удовольствия, это я выполняю заповеди. Вся моя жизнь это выполнение заповедей. И я знаю, что на мне лежит заповедь создать народ. Значит, пришлось. И тут у нас есть ответ на вопрос, почему Яаков, когда ему Лея предложила, уже имея к тому времени четырех детей, предложила ему тоже, зайди к моей служанте, чтобы у нее были дети. То есть не было, если бы Лея... Рахель, когда давала свою служанку, она была бездетная, и она давала, как будто бы, суррогатную мать, что, смотри, родятся дети, дети буду я воспитывать, и, может быть, Бог мне, как моей бабушке Саре, даст за это, за то, что я преодолела свою женскую вот эту вот ревность, за то, что я дала свою служанку своему мужу, чтобы у него были дети. Может быть, за это Всевышний меня наградит и даст мне тоже детей. Понятен ее поступок. Сара дала Аврааму Агарь, понятен ее поступок. Алия дала ему свою служанку. Непонятен ее поступок. У нее было четверо детей. И непонятен еще больше поступок Якова, почему он послушался. Ведь он мог сказать, нет, не пойду. А здесь из этого ответа понятно, да? Потому что ей сказал, Елодим, который дал мне Всесильный, дал Всесильный твоему рабу. И он говорит, я и твой раб, и раб Всевышнего, и вообще я просто раб. Раб это тот, кто подавляет, убирает свою волю. Волю перед Всевышним, волю перед другими людьми. Он ни с ним не вступает в конфликт. Он проходит этот жизненный путь, понимая, что есть в мире хозяин, что Всевышний в своем мире разберется, Всевышний в своем мире сделает все, что нужно. А я должен, моя задача, это как Бог сказал, что Маше Рабейну, Моисей, он Авди, он мой раб, так он его назвал. И второе, что он сказал про Маше Рабейну, что Маше Рабейну был, она в Миколь Адам, он был самый скромный из всех людей. И она в Миколь Адам, это тот, у которого нет своего эго. Тот, который понимает, что он в этом мире только проводник воли Всевышнего. И в этот момент он становится самым великим в мире, потому что Всевышний, это же Всевышний, это Бог, творец, создатель мира. И когда я с ним убираю свою волю, я с ним соединяюсь, так это самое высшее, что может быть, чего может добиться человек в этом мире. Но выглядит это как? Выглядит это, что кто я? Я раб Всевышнего. Кто я? Я раб людей. А почему я раб людей? Раф Зильбер, Зихронац и Никли Верха, он был один из 36 праведников, заслугу которых существует мир. И есть книга о его жизни, называется, называется эта книга, «Чтоб ты остался евреем». Это его биография. И есть, в этой книге есть воспоминания его детей, его семьи, есть книга, рассказы про него, других людей, которые вспоминали, которые с ним как-то в жизни пересекались. Книга называется, «Ицхак. Рассказы». Так она и называется, «Рассказы о его жизни». И там рассказ есть его дочке Хава Куперман, рабонит Хава Куперман, которая рассказывала, что нас в детстве в доме воспитывали, что мы рабы других людей. Прямо вот говорит, мы всей семьей собираемся, собираемся мы уже выходить куда-то. Тут кто-то приходит, все, мы уже никуда не идем, мы садимся, папа всех выслушивает, папа всем помогает, мы всем помогаем, мы все делаем. То есть, так нас воспитывали. Он говорит, он говорит, я один, единственный раз сделал замечание в лагере, он сидел три года в лагере, и он работал водоносом. Он говорит, я когда-то, когда-то носил на весь лагерь воду, и тут один бандит, он взял эти все мои бочки с водой, он все их вылил. Я его спросил, зачем? Он говорит, так он меня за это зачем потом? У меня такие неприятности были. Зачем я спросил, зачем? Он говорит, лучше бы я не спрашивал, зачем? Но он был как раз уже высочайшего уровня, такой борец со своим эго, когда ты полностью входишь в резонанс со Всевышним. А что такое войти в резонанс со Всевышним? Это понять, что все мироздание, это воля Всевышнего. И ты говоришь, воля твоя проявленная, это заповеди. Тут я знаю, тут я изучаю постоянно Шелхана Рук, Мишна Брура, хожу к Равинам, задаю вопросы. То есть тут это проявленная воля. Но все события, которые, это как бы явно, тут понятно, заповеди Тора, это понятная воля Всевышнего, то есть он сообщил нам, что он от нас хочет. Но события в нашей жизни, это же тоже Всевышние. Это тоже конкретная воля Всевышнего. Раз это произошло, значит Всевышний конкретно это сделал. Все мироздание, это проявление Всевышнего. И это уже второй уровень понимания, то есть это более высокий уровень. Одно дело, когда я выполняю заповеди, а другое дело, если какой-то дурак мне на ногу наступил. И я себе говорю, это дурак. Потом говорю, ну он же не мог же без воли Всевышнего это наступить. Ну не мог он, Всевышний же управляет миром. Значит, это не дурак. Значит, это Всевышний, он ставит меня в такую сейчас ситуацию. Что мне делать в этой ситуации? Как Яаков. Яаков, он говорит, испугался Яаков, когда на него шел Исаф. И он думает, так, мне страшно. А это плохо, что мне страшно. Мне не должно быть страшно. И стало ему плохо от того, что ему страшно. Он говорит, значит, во мне какая-то проблема. Раз мне сейчас страшно, во мне проблема. И стало ему плохо от того, что ему страшно. Это первый ответ. Второй ответ, вторая грань этого же состояния. Ваера Яаков. Испугался он, что сейчас будет война и могут убить его жену, его детей. Придет Исаф и убьет кого-то из его семьи. Ваи Царлу. Стало ему плохо, что ему придется убить. потому что в этой ситуации, когда идут убивать тебя, ты должен убить, но это тоже ему было плохо, он не хотел убивать, потому что он хотел построить храм, он же пообещал, он взял недр, он говорит, если ты меня вернешь в Бешалом, если ты меня вернешь с миром в дом отца моего, то в этом месте, где у него был сон, лестница в небо, я построю тебе храм, он говорит, здесь будет дом Бога, а вы помните же, что Давид Амелых, царь Давид, когда он хотел построить храм в этом же месте потом, то что, то в этот момент Бог ему сказал, нет, ты не построишь храм, почему, ты проливал кровь, так он же проливал кровь Давид полностью разрешенно, на него нападали, или это были войны, которые, которые он вел, войны Всевышнего, как то, что называют сейчас мусульмане джихад, да, он вел войны, он убил этого Галиата, который позорил Всевышнего, но Всевышний ему сказал, нет, все равно храм тот, у кого кровь на руках не может построить, коины священники, которые убивали, то в этот момент он не мог больше потом благословлять народ в храме, то есть, даже если ты убивал по защищая себя и так далее, то, значит, понятно, значит, здесь мы видим, что Яков, он не хотел убивать Эйсава, он не хотел вообще никого убивать, и ему стало плохо от того, что он будет убивать, то есть, у человека всегда есть в этом мире выбор, выбор, как действовать, и мы все находимся, все люди находятся в сомнениях, а как поступить, все хотят, чтобы было хорошо, краткосрочно хорошо, долгосрочно хорошо, даже наркоман, который колется наркотиками, он хочет, чтобы ему было хорошо, только он выбирает хорошо сейчас и готов умереть за это завтра, а обычный человек, он идет на работу, почему, он думает, что ему будет хорошо, все мы хотим, чтобы было хорошо, да, но когда у человека открывается вот эта перспектива, впереди вечная жизнь, связь со Всевышним, то его, ну, его выбор, он еще, нельзя сказать, усложняется или упрощается, я помню, когда Раф Зильбер, Зехронот Стихлеврахау умер, то у него был то, что называется ЭСП, да, поминальные речи, собралось, он умер, его хоронили 9-го ава, он умер 8-го ава, но похороны были вечером 9-го ава, и уже началось 9-го ава, и со всей страны приехали автобусы, 9-го ава, это скорбный день, и все плакали, но плакали все не потому, что 9-го ава, в последние годы как-то уже, ну, мало людей плакало по-настоящему за разрушение храмов, а вот когда он умер, Равыцкак, то 30 тысяч плакали, да, и это совпало 9-го ава, и вот, значит, его сын вышел, Равенсон Зильбер, и он говорит, вы знаете, говорит, папа прожил, ну, прекрасную жизнь, у него было, ну, у него было много сложностей, он сидел в тюрьме с 52 по 53-й год, было очень много сложностей, но, говорит, у него, при этом у него жизнь была всегда очень простая, намного проще, чем у... была простая жизнь, у него в жизни был только один вопрос, вопрос, что от меня хочет Всевышний, в данный момент, что хочет Всевышний, и он всегда думал только над этим вопросом, что в данный момент, сейчас от меня хочет Всевышний. Будущее, он говорит, даже когда я сидел в тюрьме, даже это были 50-е годы, я всегда верил, что придет Машиах, что я окажусь в Иерусалиме, и мне снился сон, как я иду по улицам Иерусалима, и... то есть он всегда верил, что в будущем будет все хорошо, это одна из основ веры, то есть человек не имеет права, религиозный верующий человек, он не имеет права думать, что завтра будет плохо, потому что Всевышний, этим он не просто сомневается во Всевышнем, он как бы обвиняет Всевышнего, то есть многие говорят, быть пессимистом это неплохо, это преступление, быть пессимистом, быть, это конкретное преступление, потому что ты берешь на неизвестное будущее, ты нацепляешь черный такой покров и говоришь, Бог хочет мне зла, это преступление, нельзя думать так, поэтому Равыц, как он всегда думал, что будет хорошо, это раз. В данный момент все, что с ним происходило, он тоже, то есть для него это было жить в данный момент и понимать, что все от Всевышнего, и о следующий шаг, мне надо всегда думать только на один шаг, что от меня хочет Всевышний, всего лишь один шаг мне надо знать, что в данный момент от меня хочет Всевышний, если я делаю то, что от меня хочет Всевышний, то Всевышний сделает для меня все, что мне нужно для счастливой жизни. Все, всем удачи, успехов, чтобы мы реально включались через Стору и понимали, что от нас хочет Всевышний, чтобы у нас было желание соблюдать заповеди, выполнять волю Всевышнего, чтобы мы верили, что будет дальше все хорошо, и чтобы Всевышний выполнил наши молитвы, запросы, и думая хорошо, и будет хорошо, это важный принцип. Все, чтобы Бог наполнил все запросы твоего сердца для твоего добра, чтобы было здоровье у близких, благополучие, деньги, чтобы все, кому надо, женились, чтобы были хорошие, здоровые дети. Но самое главное, чтобы мы выполняли заповеди Всевышнего, а Всевышний слышал наши молитвы. Все, а дальше каждый разберется со своей жизнью сам. Все, счастливо, до завтра. Завтра мы узнаем, что было дальше. Дальше, чем дальше, тем интереснее. Счастливо, до завтра. И поздравляем еще раз, вот жена мне напоминает, поздравляем Якова Шатадина с рождением дочки, чтобы было выздоровление, чтобы хорошо чувствовала мама, дочка, вся семья Шатадиных, все их родственники. И, значит, чтобы... Есть такое пожелание, чтобы девочка, чтобы она Тиканес Ле Тора, вначале, это Хабадники только желают, чтобы она учила Тору, остальные не желают. Ле Тора. Ле Хупа для Хупы, чтобы она была, чтобы она вышла замуж, родила хороших религиозных деточек. И Ле Масим Тувимы для добрых дел, чтобы в мире появился еще один человек, который приносит мир добро. Все, всем счастливо, хорошего дня.